однако вот исходя из тех замечаний о которых я говорил я позволю себе очень так определиться европейские практически рекомендации по менеджменту массивно интерпретационных кровотечений были опубликованы в семнадцатом году в общем то им можно доверять потому что было проанализировано для составления этих гейдлайнов более 18 тысяч статей вот этой большой команды и вот и вот эти гейдлайны имеет 741 ссылку вот такому менеджменту можно я думаю доверять и вот на основе вот этого анализа наши коллеги составили эти гейдлайны ну первое адекватная преднагрузка которая должна быть у этих что не щелкается вот запустите просто вот это цель это секундочку обратите пожалуйста внимание вот два вроде бы и можно это вместе да 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 два одинаковых следствия вы видите наполненная вот она дает адекватно и второе пустое сердце обратите внимание выброс этого сердца почти сервисе наполняет и тут идет команда наполнить и вот начинаем наполнять и тут же повышается давление разница будьте добры сначала обратите меня мы не видим это мне это было просто показали на лево и вот cvd вилопричерное давление очень низкая здесь уже достаточно наполнена разница вот что вы имеем приказа печенье мы имеем вот такой сердце оно здорово и выброса нет оно пустое чем поддерживать в общем-то артериальное давление при этом при всем но обычно ориентируемся на центральное ренозное давление но последние рекомендации все-таки реками делают акцент на том что нужно делать не инвазивное измерение сердечно-выброс да я понимаю приборы такие дорогие вот мы сейчас такой покупаем это порядка 200 тысяч гривен не наземные измерения средства образа но тогда можно получить полное представление о том что сердце пустое или наполнено нужно нам подливать или же это истинная сердечная слабость но однако в общем то центральное венозное давление у нас всегда под рукой косвенно но по нему можно ориентироваться ну и преднагрузка должна быть хотя бы низкой или умеренной но такое положение адекватно только в течение короткого интервала времени она должна быть умеренной но для поддержания вот этих цифр артериального давления в нашем случае сердце остановилось и начало фибрелировать как правило это происходит когда пустое сердце нет наполнения начинает фибрелировать вы видели это комитация на экране давление все-таки рекомендуется целевое систолическое держать 80-90 миллиметров крупного столба и а у пациентов с чем-то среднее больше 80 то есть это порядка систолическое больше 110 с одной стороны естественно любой хирург когда кролит он просит давление 60-70 систолическое чтобы мере чтобы быстрее остановилась кровотечение можно ли для можно и гэдлайна об этом указывать и делать ссылки на работы что можно это делать но у здоровых людей у пациентов без артериальной гипертезе без сопутствующей патологии центральной нервной системы и короткий промежуток времени но поверьте вы знаете вот эти цифры пусть вас не смущает 80 90 довольно приличное давление почему потому что последнее время мы занимаемся еще тем что меряем кровоток по среднем мозговой артерии знаете вот у пациентов пожилого возраста возрасту за 60 65 как правило мы находим снижение крово скорости кровотока по среднем мозговой артерии и где-то процентов на 40 это сопоставимо с данными литературных источников при кровотечении она вообще редуцируется и падает в три раза меньше расчетного поэтому поддерживая длительный промежуток времени больше даже 10-15 минут низкоартериальное давление мы не можем гарантировать не будут у нас когнитивные дисфункции после операционном периоде а ведь мы должны не просто адекватно восполнить второе течение а еще и адекватного пациента потом вернуть палату чем же поддерживать давление мы здесь у нас не было одного да у нас не было операционным об этом поговорить но если даже у нас нет выхода в операционную кровотечение продолжается нам нужно выиграть время до того как ему остановится и остановить его надо поддержать операльное давление вазопрессор препараты выбора а именно норадреналин и если раньше была тенденция к тому что об этом вообще не шло речь периферический вазоспазм усиление метаболического ацидоза если применять вазопрессор это в настоящее время гейдлайны пишут даже при наличии гиповолемии использование вазопрессора доказательности неплохой 1с показано данным пациентам короткий промежуток времени норадреналин должен идти чтобы выиграть время до того как вы или остановите кровотечение или доставите пациента в операционную и дальше вы будете бороться с периферическим вазоспазмом почему на норадреналине останавливаются наши зарубежные коллеги вот я хотел бы привести вам работу в которой пишут что дополнение к артериальному сосуду заслуживающему действию но адреналин индуцирует вазоконстрибцию на уровне членового кровообращения активно сдвигает флотнический объем крови в большой круг кровообращения увеличивая бенозный возврат то есть тем самым мы еще наполняем русло при использовании норадреналина вот собственно из этих вот двух фактов и европейские гейдлайны все-таки рекомендуют использование данного препарата газы крови даже присутствовать у всех пациентов вы видите это кровотечение у нас операционный отрыв нижней половины это представьте глубина раны 10 сантиметров выливается еще все сверху однократный разрыв видите тут уже залита вся операционная бывает бывает видите как массивно капает прогулевать даже оттуда еще не успели даже по раскуснам кровообращения отлично и обратите внимание пожалуйста на динамику кислотно основного газового состава крови вот анализ этого пациента до того как случилось кровотечение всем 4 флажку 2 там 101 по моему гемоглодин 94 были минус 36 минут у меня как бы все нормально буквально через 12 или 15 минут 10 до 15 минут после того как случилось кровотечение смогли положить зажим остановить его перебрал я анализ page 72 пациент находился в полном на полная анестезия релаксация адекватная вентиляции тем не менее как отреагировал организм ваш 7 и 2 гемоглобин 72 обае минус 7 и 6 вот в данном случае и на это обращают внимание европейский бедлайн при массивном хирургическом кровотечении в первые вот первое время первые полчаса час гемоглобин не является полным показателем показывающим нам все тяжесть кровопотерей наши на страны коллеги делают акцент на том что тяжесть кровопотери определяется папа аж обае и вот так вот именно вот эти факторы являются прогностическими для оценки не только состояние пациента и степени кровопотерей но и возможности дальнейшей реабилитации этого пациента кроме того должны вот здесь мы были еще и купировать ацидоз естественно все виду они пишут о том что капать превентивно на 3 гидрокарбонат нельзя надо брать сначала астру чтобы восполнить адекват даже если идет реанимация раньше все капали гидрокарбонат он как правило есть этот ацидоз но по последнему положению которое довольно давно уже существует нельзя превентивно копать на 3 гидрокарбонат но перебрав анали нужно купировать ацидоз поэтому как нужно быстрее перебрать анализ и купировать ацидоз почему потому что сам по себе ацидоз ослабляет функцию плазменных протеат и кровотечение будет больше снижает активность фактора свертывания и вот посмотрите насколько снижается активность вот этого комплекса при парсе мы аж на 70 процентов поэтому об адекватной остановке кровотечения мы не можем говорить если мы не купируем ацидоз к тому же ацидоз приводит к лечению деградации филдиногена в общем то тоже для этих пациентов довольно печальная вещь инфузионная терапия своевременная коррекция потерь и вот тут стоит вопрос что же капать коллоиды много работ последнее время вообще говорят о том что дропсиктив крахмалы вообще неприемлемы для купирования кровотечения и в общем то класс доказательности 1с довольно высокий поэтому предлагается капать сбалансированный кристаллоид это европейский дедлайн мы рекомендуем пишут наши иностранные коллеги инфузионной терапии с использованием нежитонических растворов кристаллоидов при гипотензии у пациентов с травматическим кровотечением чрезмерное использование но 9 процентного раствора натрий хлор следует избегать и по то такие как лакта тренгера следует избегать у больных с тяжелой черепной мозговой травмы то есть резюмируя натрий хлор можем капать можем от ведро пчетил крахмала лучше отказаться вот интересная работа аналог хирургии которые хотим вам продемонстрировать вывод всей этой работы использование но эти процентов натрий хлор должно быть ограничено до максимума пациентов кровотечением литр полтора литра и в общем то есть на графиках вы видите почему это следует делать вот интересная ссылка которая существует в этих гайдлайн они ссылаются на как рейн лэбры работа тринадцатого года дело в том что вот в общем то вот отсюда выходят довольно серьезные обоснованные рекомендации и если лаборатория тахрейна американская компания говорит о том что вот так надо делать вы знаете это не стоит и и этой гайдлайн это уже ссылается на эту работу и буквальный перевод того что пишет пишется в данном исследовании применение ядроксетил крахмала может увеличить смертность поскольку их использование не связано с улучшением выживаемости незначительно дороже чем применение кристаллоидов трудно понять как и дальнейшее использование при низкой практике может быть оправданным ну я не знаю насколько ведь в общем-то многие препараты сначала испытывают подъем потом находятся какие-то побочные эффекты потом приходят поводу что в общем-то действительно можно использовать ну при каких-то ограничениях поэтому я не предлагаю полностью выключить ретроксетил крахмала с нашей практики но разумно их использование мне кажется поэтому стоит относиться довольно избирательно особенно у пациентов с наличием кровотечения но можно ли использовать препараты желатина да можно но опять же пишем потому что в общем-то могут все-таки но не усиливать но не будут препятствовать кровотечению но в данном случае это можно было сделать для того чтобы восполниться уровень фибриногена в обязательном порядке должен браться у всех пациентов с кровотечением я уже неоднократно привожу вот свое впечатление одного из конгресса по евроанестезии когда врач из англии спикеру немецкому задал вопрос говорит извините так что нам капать там фибриноген плазму р массу как правильно то много рассказывали он приводил различные исследования как нам быть ответ был просто гениальный который меня просто умелил спикер спросил выбрать простите работайте в милитарь медицин вы горит оказывайте помощь на военном поле палатки дарит нет у нас клиника там какой-то госпиталь ведь так возьмите развернутую круглограмм посмотрите чего не хватает этому пациенту и восполнить и дайте ему то чего не хватает поэтому пациентов с кровотечением в обязательном порядке должна в анализах присутствует развернутый килограмм уровень тромбоцитов раз фибриногена 2 активированное время свертывания протромбиновый индекс это то что мы обязательно должны иметь перед тем как начать инфузию чтобы определить ее качество да у нас не зарегистрирован концентрации бреногена но тем не менее вот я хочу хочу вам привести табличку в каких различных инфузионных средах содержится сколько фибриноген свежезамороженная плазма 400 миллиграмм фибриногена 250 миллилитров поэтому как правило фибриноген снижается минимум в два раза и таким пациентам показано минимум это три дозы плазмы вот хотел бы обратить ваше внимание на вот этот показатель настоящее время показания к переливанию свежей цельной крови довольно ограничены вы наверно лучше меня разбираетесь в юридическом положении акушевских кровотечений и наверно знаете что все-таки единственное где но может быть показано переливание свежей цельной крови это уже есть такой все остальные это табу это юридическое ответственно но мне кажется нас подводит к тому что во многих отраслях медицины мы наверно вернемся и будет наверное ренессанс к использованию свежей цельной крови потому что вот в этих битлайнах нету прямого указания на то что нужно пациенту скрывать и переливать свежую цельную кровь однако есть ссылка на работу где указано что единица свежей цельной крови содержит 1000 миллиграмм фибриногена больше чем вот это все вместе взято то есть подспугно нас подводят к мысли ну как свежую цельную кровь восполнить эфибриноген больше ничего не надо а что значит единица свежей это уже 300 300 пакет один пакет один пакет вот еще один момент на который я хотел бы обратить ваше внимание это криопринцепитат его нужно сочетать с инфузией ретроцитальной массы и вот приводится соотношение которое рекомендуется использовать при гематранслужионной терапии пациентов с кровотечением особое место уделяется при уровне тромбоцитов количество тромбоцитов меньше 100 на 10 9 считается порогом диффузной кровоточивости согласительная позиция экспертов данных рекламы в том что у пациентов с острым кровотечением количество тромбоцитов должно стать не менее критического значения вот 50 дальше уже кровотечение действительно становится просто неуправляемым и поверьте я видел пациентов тромбоцитами 40 на 10 9 но нужно было брать брали крови вообще просто упомять пациент вытекал просто вытекал потом в дренажную систему порога величина безопасности которой нужно стремиться это 75 на 10 9 поэтому в обязательном порядке пациентов с кровотечением должны иметь анализ с количеством тромбоцитов трениксамовая кислота да кстати вот уже стояла надо было надо почему нет мы рекомендуем пишет наши зарубежные коллеги использовать трениксамовую кислоту для предотвращения кровотечения во время крупных операций или для лечения кровотечений вот в такой дозе ну обычно хватает и если это еще интероперационного протечения порядка 15 миллиграмм на килограмм как бы можно использовать эти дозы которые укладываются в данных регланях но опять же возвращаемся в лабораторию кхл у людей с гематологическими расстройствами пишут они которые имеют низкое количество тромбоцитов мы не уверены являются ли антифибролитические препараты средством уменьшения риска кровотечения мы не уверены пишут они увеличивают ли антифибролитические препараты риск побочных эффектов то есть ставится вопрос не всем подряд не огульно капать трениксамовую кислоту даже при наличии кровотечения а сначала рекомендуется определить количество тромбоцитов и только после этого уже начинать введение трениксамовой кислоты потому что это тоже может быть иметь побочный эффект реинфузия крови по программке реинфузия крови да не противопоказано даже при проведении онкологических операций использовать только дополнительную промывку крови и вот такие вот реинфузионные системы мы используем с камерой с фильтром и добрый запустите подозрить нет нет не идет тормозить можно пропускать ну и необходимость операции то о чем мы с вами говорили вот я привожу даже номер этой рекомендации в языке бедлайна где указано то о чем мы с вами говорим ну и дальнейшее продолжение будет приходите к нам у нас много таких интересных случаев которые можно разбирать нужно разбирать и я еще раз хочу поблагодарить организаторов вот такой вашего маленького форума клинического и участников опять же хочу подчеркнуть что я уверен что вот те маленькие недоработки которые были были сразу только с отношения что это куклы то есть играйтесь на здоровье играетесь больше играть использовать для пациентов спасибо за внимание ну и позвольте да я для следующего спикера да мы освободим тогда давайте я может 2 пары реинфузию чуть-чуть чуть-чуть да или уже есть следующий спикер извините пожалуйста следующий спикер есть мы можем продолжать только нужно ведь у вас есть что-то даже если можно верните пожалуйста на ринфузе очень интересный вопрос почему я хотел бы акцентировать на этом внимание еще дальше до фильмов вот таким еще 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 прошу еще действительно что делать с этой кровью которая изливается вот кровь с дренажа кровь которая льется в брюшную плоть можно ли ее реинфузировать пациентов можно но при условии проведения эвакуации катаминирован содержимого брюшной полости используя дополнительной промышки клеток и даже при онкологических операциях и вот хотел бы сделать ссылку на вот эту работу вот культуры которые высевались в той крови которая изливалась брюшную полость которую брали потом и реинфузировать и вот посмотрите что мы имели на выходе у пациентов постоперативном периоде был ли у них сепсис или нет в большинстве случаев в общем-то не находили культуры и вот клинический случай вот оперировали удаление почки у нас и вдруг я слышу говорят в этом месте слетел зажим я смотрю вот раны не видно все хирурги ассистенты все в общем-то почему-то вот нырнули туда поставили отсосным готовимся к таким операциям то что эпохоль прорастала нижнюю полу вену и заранее мы ставим большой интродюсер пациенту центральную вену готовим систему для реинфузии как только такое кровотечение вопреки всему мы добавляем гепарин начинаем реинфузию вот все что они вот видите это идет довольно серьезно они пытаются зажать артерия сократилась и ушла они пытаются вот я зажать у них не получается но вот видите идет по этому дренажу и вот на следующем пути добры запустите мы используем просто вот стакан от оксигенатор он недорогой он имеет такой грубый фильтр кровь поступает вот сюда и прямо из него проходя через фильтр вот по этой системе вот можно вот это вот видите с краником идет прям центральную вену пациента и таким образом на этой операции когда я посчитал было реинфузировано по моему там семь или восемь литров крови пока это все остановили учитывая что опухоль учитывая что изливалась в душную полость но тем не менее мы это использовали и мне удалось вывести пациента гемоглобином 90 а учитывая что если бы это не было этой системы реинфузии я не знаю сколько потерять и проволочен ринфузия только была видите вот в принципе она как бы не совсем и сложно вот дальше идет пациент поэтому вот иметь такие системы достаточно только мотор и стакан с фильтров имеем право по этим дедлайнами часто возникает вопрос а как же быть с брюшным кровотечением вот если по другим работам если буквально перевод если вы видите налет на кишечнике фиброзный налет на кишечнике лучше не использовать это контаминированная кровь если этого нет тогда вы можете использовать перфорации кишечника вы можете использовать эту кровь для реинфузии вот собственно вот этот момент который я хотел бы подчеркнуть который с моей точки зрения очень важен какие-то могут быть вопросы будут я с удовольствием не отвечу критерия использования начала от использования скажем препаратов для вазотресора погрузки кровотечения это акушерское кровотечение вот именно критерий когда лучше даже там было написано как можно раньше то есть как только снизилось давление то есть ниже грей это снижение давления все спасибо да мы его ставим сюда вы поверьте в нулево тоже беру пациента на это ракотомии порой его действительно если они серьезно кровят то даже если там есть центральный катетерий периферическая вена невозможно сразу восполнить на это нужно ну минимум минут 15-20 даже если вот кровотечение вроде бы как вот-вот-вот останавливается во-первых вы берете такого пациента уже с давлением 70 60 особенно если вы берете в операционную анестезия ведения наркотических энергетиков она вообще становится 50 естественно на этом фоне поможет только одно вазопрессор действительно большой то есть мы разводим обычно 8 миллиграмм нора адреналина на 50 миллилитров и ставим в средней дозе где-то порядка 005007 микрограмм на килограмм минут рассчитывается очень легко вот эти 8 миллиграмм делим на 50 делим на 60 делим на вес пациента полученную умножаем на 1000 получаем сколько микрограмм на килограмм минуту будет получать пациент при скорости насоса дозатора 1 миллилитр в час ну и вот таким образом на короткий промежуток времени нам хватает чтобы поднять давление хотя бы до 70 до 80 там если источник постановлен спокойно можно проводить инфлюзионные терапии